благодарю за ожидание у нас получился вот такой длительный перерыв но мы возвращаемся к нашим урокам по учения отцов для того чтобы становиться мудрее наполнять себя этой мудростью и святостью самого всевышнего благословен он спасибо каждому где бы вы ни находились за то что смотрите это видео за то что мы вместе удостаиваемся привлекать в наши дома свет и святость и мудрость спасибо за этому всевышнему и конечно же эти уроки для прославления имени всевышнего для того чтобы в этом мире все больше и больше наполнялся он святостью и так мы с вами сегодня заканчиваем первую главу пирки а вот поздравляю нас 16 17 и 18 мишна и мы приступаем прежде чем мы начинаем изучать пирка вот мы говорим что это значит сказано в первом видео из цикла изучения поучения отцов итак мы продолжаем 16 мишна рабан гамлиэль часто говорил найди себе учителя и избавься от сомнений и не отделяй десятину на глаз интересно что гематрия слова амалек равна гематрии слова софек сомнения и интересно что подобно амалеку напавшему на еврея в пустыне несмотря на все чудеса совершенные богом в египте внутри нас тоже существует амалек охлаждающий наш духовный энтузиазм скептическими и циничными мыслями за как иногда мы хотим сделать какое-то добро это уже у нас да сомнение ой да ладно наверное это не так важно да у меня наверное не получится ой да не надо сразу же избавляться от этих мыслей как говорит своей книге рабайну бах я книге ху вот алива вот что когда к тебе пришла идея сделать что-то хорошее привнести что-то хорошее написать книгу не знаю издать что-то сделать добро совершить пригласить кого-то к себе на урок когда тебе только пришла идея и тут же появляются мысли ой да наверное это не получится так то я вообще такая да у меня еще уровень не тот все эти мысли от злого начала вот этот сомнение называют амалек который бесчадно нападает на человека и один из способов избавиться от сомнений это найти учителя то есть какого-то праведного и авторитетного раввина когда человек со всей душой привязывается к праведнику к рэбэ почему у нас есть седьмой наш любовь ческий рэбэ это тот кто является такой поддержкой когда человек сей душой привязывается к праведнику все духовные метания утихают и человеку становится легче и не отделяй десятину на глаз дальше написано в этой мишне и в этой мишне говорится о десятине от урожая то То есть маосер, который обычно мы отделяем от нашей зарплаты. Раньше от продуктов нужно было отдавать левиту, а все остальное могли использовать хозяева. И если отдать 11% вместо 10%, то левит не сможет есть эти продукты, потому что в них обычный урожай перемещен с маосером. То есть есть маосер именно четко на 10%. Мы не можем на глаз, ой, ну сейчас я типа меньше получила, но я больше отдам. А вдруг ты неправильно посчитал, а вдруг здесь ошибка. То есть всегда нужно... В маосере в десятине Всевышний прямо говорит, проверьте меня, это залог вашего богатства, отделяйте десятину, проверьте меня этим, и вы увидите большие благословения. Дай бог. Дальше идем. Семнадцатая Мишна. Его сын Шимон говорит, всю жизнь рос я среди мудрецов и не нашел для себя ничего полезнее. Молчание. Не учение главное, а дело. И всякий, кто чрезмерно пустословит, улножает грех. Всю свою жизнь рос я среди мудрецов. По предположению некоторых комментаторов, эти слова были произнесены до того, как Рабан Шимон получил высокое звание, поэтому они цитируются здесь без титула Рабан. Тем не менее, выражение всю свою жизнь указывает на то, что на тот момент он был уже не молод и, вероятно, он уже обладал этим званием. Согласно объяснению Медра Шимуэль, даже возглавив общину и состарившись, он продолжал считать себя младшим по отношению к мудрецам. Всю жизнь рос я среди мудрецов. Иными словами, буквально я возвеличивался, гадальти, вырос среди мудрецов. В течение всей своей жизни Рабан Шимон продолжал учиться у других и расти духовно. Мы никогда не можем сказать, все, я вырос, все, я уже вот на этом уровне. Мы всю жизнь растем. И надо это признавать, потому что в тот момент, когда человек говорит, да я уже такой, он не растет в этот момент. Куда ему расти, он же уже такой. А когда мы допускаем битуль в иудаизме, это называется как самоаннулирование, я готов воспринять. Тогда наша чаша, она не переполнена, что туда уже нечему поместиться. Тогда мы готовы принять. Даже дожив до почтенной старости и обладая высоким званием Рабана, он оставался скромным и не навязывал своего мнения. Поэтому в этой мишне он упоминается как сын Рабана Гамлиэля, без титула Рабан, что должно подчеркнуть основную идею его слов. И дальше. Среди мудрецов. Находясь среди мудрецов, подобает хранить молчание, потому что человек, говорящий сам, в это время ничему не учится. Мы в это время можем наполниться, а не, я сейчас скажу свое мнение, меня услышат, лучше напитывайся, напитывайся этим. И интересно, что это прям искусство слушать других людей. Жил когда-то один заносчивый человек, который во время ученых собраний почти не давал выступать другим. Однажды во время такого собрания он процитировал наставления, услышанные им от великого ученого. И один из присутствующих мудрых человек во время его речи воспользовался случаем и крикнул, Это ложь. Ты никогда ничего не мог услышать ни от одного мудреца, поскольку, судя всему, ты никогда никому не даешь говорить. Вот так. Почему здесь сказано «полезнее для тела молчание». Обо всем, что касается тела, лучше хранить молчание, иначе обстоит тело с духовными аспектами, например, с изучением Торы или молитвой. По словам Рабана Шимона, из всех способов усмирения телесных желаний, например, поста или иных способов умышления плоти, он не нашел для тела ничего полезнее молчания. Эта идея подчеркивается и в последнем утверждении Шимона «Всякие умножающие слова умножают грех». Излишне многословный человек демонстрирует недостаток самоотверженности и поэтому поддается греху. Раньше было в приоритете, что человек свое тело воспитывает, изнуряет постами и недоедает, и так я над собой. Сейчас мы знаем, что Всевышний хочет, чтобы мы служили ему в радости. Не надо над собой издеваться, делайте, служите Богу в радости и в дуэтошембе симха, в радости, и всякий, кто чрезмерно пустословит им. И эту фразу можно отнести к случаю, когда Хаве, Адам и Хава, когда Хава начала добавлять от себя, змей, когда начал ее искушать, она ему сказала, что Всевышний запретил прикасаться к этому дереву. Но она изменила, немножко по-своему, да, растрактовала фразу Всевышнего. Всевышний сказал, не есть плоды из этого дерева. Она сказала, Всевышний запретил дотрагиваться к этому дереву. Она как бы, да, вот так. И змей воспользовался этим и дотронулся, и говорит, смотри, ничего не будет. И действительно, она дотронулась, такая, да, ничего нет. И поэтому это довело до греха, то чрезмерно пустословит. Всякие умножающие слова умножают грех. И данное высказывание является параллелью к одному талмадическому отрывку. Всегда пусть учит человек учение своего кратко, потому что ненужное усложнение может привести к недостатку восприятия учеников разъяснения. О том, что не надо усложнять свои уроки и речи, и заумными словами, и толкать это в людей, не поймем, по-своему растрактуем. Есть пять видов речи согласно Рамбаму. Первое — это необходимая речь, это чтение, изучение Торы, что является заповедью. Второе — это запрещенная вещь. Ну, это лжесвидетельства, ложь, сплетни, ругательства, пошлости — это ясно. Третье — это отталкивающая речь. Та, что не приносит ни пользы, ни вреда. Например, обсуждение новостей, поведение того или другого человека, обстоятельств. Этот разбогател, этот нет. И это отталкивающая речь. Дальше — желательная речь. Та, что вдохновляет душу, заставляет ее стремиться к высшим идеалам и предостерегает ее с помощью различных историй и песен от падения. В таких речах прославляются достойные люди и осуждается мелочность. И пятое — это разрешенная вещь. Та, что необходима для разговора о текущих делах, еде и пище, одежде и тому подобному. Вот тут мы должны обходиться минимум слов, избегая полностью негативных аспектов речи и поддерживаясь позитивных. То есть, желательно, необходимую, желательную и разрешенную речь использовать, боясь и отдаляясь от запрещенной речи и от отталкивающей речи. И дай бог у нас это будет получаться. Но тот сам факт, что мы это учим, уже дает нам шанс и возможность, чтобы это произошло. Итак, восемнадцатое. Следующий, последний в первой главе. Мишна, последняя. Рабан Шимон Бен Гамлель говорит, «На трех основаниях держится мироздание. На справедливости, на честности и на мире. Как сказано, поистине и по справедливости для мира судите во вратах ваших». В одних из первых Мишнает мы учили, что на трех основах держится мир. На служении Богу, на изучении Тора и на добрых делах. А здесь говорится про мироздание. Мир людей, наши врата, держатся на правосудии, честности и стремлении к миру. «Согласно другой интерпретации, мироздание было сотворено во имя Торы, служение Богу и благих дел, но его существование поддерживается справедливостью, честностью и стремлением к миру». Справедливость означает, это оправдание невиновных и осуждение виновных, неважно, это богатый человек или бедный. Честность – это правдивость людей по отношению друг к другу, в Торе очень ценится отношение между людьми. И мир устанавливается между странами и между людьми. А справедливость – это наставление судьям, честность – наставление свидетелям, мир – наставление тяждущимся. Справедливость. Насколько много внимания Робан Шимон уделял справедливости, видно по его дискуссии с Рабби Якивой и Рабби Торфоном. Эти мудрецы провозгласили, если бы мы попали в Сен-Идрин, ни один человек никогда бы не был приговорен к смертной казни. Робан Шимон ответил, что такой подход привел бы к увеличению числа убийц в стране. Мир. По словам Раббана Шимона, стремление к миру столь важно, что братья Иосифа даже сказали неправду ради мира. Они опасались, что после смерти Якова Иосиф отомстит им. Поэтому они ему солгали, говоря, что Яков попросил их передать Иосифу просьбу простить братьев за их грек. Тем не менее, никто не должен привыкать и лгать даже во имя мира, в доказательство чего приводится следующая история. Жена одного из мудрецов Талмуда Рава плохо с ним обращалась. Она всегда делала все наперекор его просьбам. Сын Раби Шия заметил это и от имени отца попросил у нее нечто противоположное тому, что на самом деле было нужно отцу. И таким образом получил от нее именно то, что хотел Рав. Рав поразился его сообразительностью, но велел впредь воздерживаться от подобных вещей, чтобы не приучиться лгать. Но помните, мы учили, что Арон, брат Мошара Бейну, в свое время он при помощи вранья мирил людей и делал мир, и это было во благо. То есть, когда ссорилась, например, семейная пара, он подходил к жене и говорил, ты знаешь, я только что говорил с твоим мужем, он так раскаивается, ему так обидно, что вот так случилось. И он так тебя любит, и ты не понимаешь, как он там жалеет, и как он это, и ты вообще самая лучшая. В это время он подходил к ее мужу и говорил, да ты не понимаешь, что она, да, она так жалеет, что она наговорила, да и она вообще тебя так любит, и ты не понимаешь. И эти слова друг к другу так растапливали сердца этой пары, что когда они встречались, они уже все забывали и готовы были быть вместе. Ну это было, да, такое во благо. Да, здесь, примерно, то, что даже вот для этого не надо, в плане не нужно приучать себя лгать, не нужно приучать, ведь Арон, который, скажем так, умел это делать, и мы, не надо приучать себя лгать. Честность, буквы из которых состоит слово шекер, ложь, как бы стоят на одной ноге, ше-ке-р, на одной ноге, в то время как истина эммет, выглядят устойчивыми и уложены вместе, как плотно подогнанные кирпичи, потому что в правде стойкость, а во лжи ее нет. Для мира судите, добившись компромисса между участниками тяжбы, судья может быть уверен в том, что они уйдут из суда, помирившись. Мы закончили первую главу, и мы знаем, что когда мы заканчиваем изучать поучение отцов, есть отрывок, который принято говорить. Когда 10 человек вместе изучают Тору, то после этого можно произвести молитву Кадиш. И Шульхан Арух Арав сказал, что потому что чтение Кадиша после изучения толкований поддерживает мир, поэтому вошло в обычай завершать каждое занятие Торы чтением этой красивой, назидательной мишны. А как переводится эта мишня? Рабиха Нанья Бен Акашья говорил, святой благословенно он хотел сделать еврейский народ достойным поощрения, и поэтому умножил для него Тору и заповеди. Как сказано, Господь желал ради правды своей возвеличить Тору и прославить ее. То есть у нас 613 заповедей, сколько повелений, одеваться с правой стороны, снимать одежду с левой стороны, разделять молочные смыслы. Очень много разных заповедей, и это все нужно воспринимать не как такую ношу, а как для нашего блага. Я очень люблю эту историю, когда царь позвал к себе слугу и сказал ему, пойди сейчас на рынок и купи мне 10 литров масла, 20 килограмм сахара, 30 килограмм муки, 40 килограмм картошки. И этот слуга ему это все тащит на себе, сколько раз ходить. И он как представляет, сколько ему тащить, ему аж плохо. И тут царь говорит, и неси это все к себе домой, я хочу тебя наградить. А? Сразу слуга, а что еще купить надо? Давай, давай, я еще куплю, давай. Как сразу поменялось отношение. Точно так же, когда мы относимся к заповедям, что это все, как говорит эта Мишна Всевышний, сделал для нас, чтобы у нас было больше заслуг. Заповеди, это как можно больше заслуг мы себе берем, больше возможностей улучшить себя. Поэтому на это надо смотреть не как на ношу, а как на еще что-то, что делает нас лучше. Вот так надо смотреть на заповеди. Бог пожелал о благородии человечества, поэтому он даровал нам заповеди, исполняя которые мы становимся лучше. Поскольку человеческое бытие многогранно, тора и ее принципы также отличаются разнообразием. Каждая мысль и каждое действие человека должны быть усовершенствованы благодаря одному из аспектов Торы. И умножил для него Тору и заповеди. Когда человек исполняет заповедь, движимой одной только бескорыстной любовью к Богу, он устаивается жизни в будущем мире. Поэтому Бог даровал заповеди в изобилии, чтобы человек не смог прожить жизнь, не исполнив как должно хотя бы одной митсвы. И благодаря одной этой митсве душа заслуживает жизни. И эта одна митсва служит каналом, через который на него сияет свет Всевышнего. Одна маленькая заповедь. Вау! Итак, мы закончили с вами первую главу из Беркай-Авот. Ура, ура, ура! Баруха Шем — это многое значит. И на следующей встрече мы начинаем изучать вторую главу. Оставайтесь со мной и приятного дня!